Вот так, молодец! Да, кругляшок! Он не играет в подвижные игры, ему не разрешают бегать, чтобы сохранить жизнь. Мальчик родился с небольшой опухолью на сердце. Когда ему исполнилось 4 месяца, начались серьезные проблемы. Плохо еще держал голову, не переворачивался, как положено. И у него появилась одышка. Когда он лежал, у него было учащенное сердцебиение, то есть аритмия уже началась. Выяснилось, что опухоль начала стремительно расти, увеличилась на 5 сантиметров. Тогда родители услышали страшные слова. Жить малышу осталось не больше трех месяцев. Сложный период был для нас мужем. Мой муж плакал. Страшно слышать, что твой единственный первый ребенок, который вот только еще 5 месяцев с тобой попал, пожил, умрет. Ну, очень страшно, действительно. Помочь малышу смогли испанские медики. Они удалили часть опухоли. Но другая часть уже вросла в стенки сердечных желудочков и сосудов. Убрать до конца ее не получилось. Однако и частичное удаление помогло. Малыш начал ползать, сидеть, ходить. Мы все равно живем в страхе. То есть мы постоянно боимся, что что-то случится. Ребенок ни дня не спал в детской кроватке. Потому что доктора говорили, что нужно наблюдать, как бы не было синюшной стен согубным треугольником. Сейчас, спустя год, снова появилась одышка. Опухоль достигла 8,5 сантиметров. Вновь нужна операция. Эта опухоль не злокачественная, но она увеличивается в размере. И это создает угрозу для жизни, так как перекрывает путь выхода крови из сердца. Нужно провести повторную операцию, чтобы сердце работало в нормальном режиме. И Леве ничего не угрожало. Такие опухоли растут только до двух лет. Потом начинают угасать и рубцеваться. Остаются лишь небольшие шрамы. На это надеются и родители Левы. Они уверены, эта операция, а она назначена на начало октября, поможет. На ее проведение нужно 2 миллиона 750 тысяч рублей. Таких денег семье нет. Помочь можем мы с вами, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как нести больше вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда.